Добрый вечер. У эферы программа «Навинный тыдня» на телеканале «Беларусь-4». У студии працует Наталья Игнаценко. Глядите у выпуску. Гомельщина пораннейшему лидер жнива. На этом тыдне у регионе венчували молодежные экипажи комбайнеров-тысячников. Сегодня свое профессийное свято означают работники хандлю. У этой хвилины завершается 9-й региональный фестиваль гармонистов «Грай-гармоник». У День военно-морского флота у Гомельским областным музеем военной славы отбылась встреча военных мароков. У Гомельской области селета створили свыше тысячи новых працонных мест и увели в эксплуатацию больше 300 тысяч квадратных метров жилья. Выники социально-экономичного развития и выполнения регионального бюджета разледили на посаджении облывы Конкама. Об этой и других подеях экономичного жития региона больше подробно расскажет Дмитрий Котау. По выниках первого поугодия Гомельская область выконала доведенные у Радом задания по экспорте товаров, притягнении промых замежных инвестиций и створении новых працонных мест. Так само добрые выники по жилевым будовнестве и еще некоторых важных пунктах. Разом с тем, некоторые ключевые показчики досягнуты не были. Размова в первую чергу проваловый региональный продукт. Тут не добрали 2,5% пункты. По меркованию специалистов в сегодняшних умовах это не самый дренный выник. Во усилляком разе середний по краине. Что помешало нам выйти на запланированный рубеж? Одно практически предприятие, это наш белорусский металлургический завод, который, к сожалению, пока работает с нагрузкой где-то примерно 77-78%. Без этого предприятия мы имеем 100,5%. То есть практически были бы в графике в плане и вышли бы на те параметры, которые доведены правительством. У наступном квартале отставания плануют ликвидовать. Як кажут специалисты, передумовые для этого есть. А для придется уличить снижение объемовой творчести на БМЗ и Мазырским нафтоперепроцовщем заводе. Еще одна голена, по которой прогнозуют отставание – будовничий комплекс. В силу того, что крупные инвестпроекты, которые мы реализовали в предыдущие годы, в основном завершены. И, конечно, по объективным причинам в этом году Гомельская область показатели будет иметь несколько скромнее. Поэтому наша задача – перекрыть строительный комплекс за счет других отраслей. По всем остальным параметрам ситуация предсказуемая, она достаточно управляемая. И мы видим, что там динамика будет. Другое важное питание, которое обмерковали на посередине Абалвы Канкама – выники – выконание областного бюджета. Доходная частка склала около 10 триллионов рублей. Расходы трохи перевысили эту сумму. Разом с тем, заховалась социальная накерованность бюджета. У Тымлику в область поспехово справилась с выплатами отпускных, работникам бюджетной галины и выплатами адресной социальной подтримки. На этом тыдне у Беларуси собрали другий миллион сборжа. Лидерами Жнева-2016 по ранейшему заявляются господарки Гомельской области. У регионе намолочено свыше 550 тысяч тонн. Середняя урожайность складает 32 центнеры с гектара, что на 7 центнеров больше, чем летость. До речи на этом тыдне в Речицком районе ушановывали первые молодежные экипажи комбайнеров-тысячников. Уручение дипломов и подарунков проходило непосредственно на полях. Усяго у Гомельской области працуют около 500 экипажей под эгидой Беларусского республиканского союза молодцы. Первыми в области отзначились молодые комбайнеры филиала «Советская Беларусь», открытого акционерного товариства «Речицкий комбинат хлебопродуктов». Заветную мяжу у тысячу тонн тут передолили одразу два экипажи. Александр Кашицкий и Дмитрий Воробьев, а так само Дианис Стельмашок и Константин Соснок. Складающие высоких намолотов, корпотливая праца и надейная новая техника. Да и больше опытные комбайнеры своим молодым коллегам завсёды готовы и допомогчи. И словом, и с правой. Интересуешься, что-то спрашиваешь, помогают, естественно. Не без этого. Миркование, что праца на комбайне справа Нижаночая, обвергают Наталья Бракаренко и Ирина Склемянок. Девчаты у выходят у склад экипажа уксуб «Оборона краины». Яны так само отримали подаронки от БРСМ. На двоих девчаты мают заплячима 10 уборочных. Тяжкости гэта и напруженной пары их не пужают. И хоть до гэта гася бравали, праца у поле сближая ясче больше. Придется, помогаем. Если что-то надо там подержать, покрутить, всё делаем, помогаем друг другу. Потом приходится как-то поддерживать друг друга, всё-таки это нелегко. Областным комитете БРСМ уважливо сошать за работой кожного замаль 500 молодёжных экипажов. И никто не застанется без заслуженных узнагород. Выники праца на госпоборнества сярод молоди подведут на областных дожинках. Лепшие экипажи и водители отрымают узнагороды. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Беларуси означается День работников гандлю. На Гомельщине своим профессийным святом его личат 75 тысяч человек. Миновата стольки же хоров в области зараз працуют в гандле. Вогле гэта сфера в нашем регионе гэта 7 с половой тысяч объектов, площадь около 730 тысяч квадратных метров. Сегодня она уже не разглядается, як просто пляцовка для купли-продажу. Ее развивают, як целый комплекс привабных для споживца послуг. У гэдым годзе удалось испынить падение темпа уросту розничного товара обороту усіх каналов реализации. Зараз проводится больше активная работа с вытворцами и оптовыми операторами по насыщенні рынка за потребованными товарами. Примаються маркетинговые меры по стимулюванні попыту. Сегодня торговля является индикатором настроения потребителей. И от того, какое настроение в торговле, какие профессиональные качества проявляют работники торговли, зависит и настроение наших граждан. Мне бы очень хотелось в связи с профессиональным праздником, Днем работников торговли, поздравить армию нашу торговую и пожелать профессионального мастерства любить своих покупателей, любить свою работу, создавать настроение себе и людям, уметь предложить услугу и, естественно, здоровья, крепостью духа, хорошего настроения, семейного благополучия. А мать две сотни агросядзіб зараз працуют на территории Гомельской области. Пік их открытия пройшелся на 2007-2008 годы. А после раптом заповолился. В опошний час активность у гэтым накерунку пайшла на спад. И дарма, лечит специалисты. Бо это не только популярный вид отпочинку для туристов, а лей макчимость, например, для беспрацованных засновать справу, которая будет приносить доход. Об тем, как открыть властную агросядзибу, в актуальном интервью рассказал начальник управления спорта и туризма Гомельского облаканкама Денис Язерский. Денис Владимирович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько агроусадзиб существует в Гомельской области и сколько открылось в этом году? Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Если смотреть тенденцию, то у нас не так много открывается агроусадьб каждый год. В принципе, в 2014-м, в 2015-м году было открыто по одной агроусадьбе и в этом году, в первом полугодии тоже уже открыта одна агроусадьба. Хотя тенденция есть и сейчас на рассмотрении в местных органах власти тоже есть люди заинтересованные, которые сегодня работают над тем, чтобы открыть такие объекты. И надеемся, что у них получится это сделать в этом году. В Гомельской области зарегистрировано 196 агроусадьб и по итогам прошлого года 191 осуществляла свою деятельность. Насколько сложно открыть агроусадьбу? Для того, чтобы открыть агроусадьбу, необходимо прежде всего желание человека, который решил заниматься этим направлением деятельности. Ему необходимо обратиться в местный сельский совет депутатов, написать заявление, оплатить одну базовую величину, которая сегодня составляет 21 рубль, и зарегистрироваться в налоговой инспекции по месту жительства. В принципе, это и все условия для того, чтобы человек мог легально начать заниматься этим видом деятельности. Проводится ли в Гомельской области обучающие семинары для желающих открыть агроусадьбы? Ежегодно Управление спорта и туризма Гомельского облсполкома совместно с заинтересованными, а это и Белагропромбанк, местные исполнительные комитеты, налоговая инспекция, комитеты по труду занятости и социальной защиты проводят 4-5 обучающих семинаров для субъектов агротуризма. Эта работа проводится прежде всего с теми людьми, которые заинтересовало это направление деятельности. Хотя в этом году мы немножечко пошли другим путем. Уже проведено 14 встреч, и эта работа продолжается. В каждом регионе Гомельской области мы работаем по предложению нашего губернатора с людьми, нуждающимися в трудоустройстве, особенно на территории сельской местности. А в чем интерес государства? Интерес государства на сегодняшний день это направление очень простой. Это прежде всего занятость населения, и особенно в сельской местности. Это первая, наверное, причина, почему сегодня мы заинтересованы в том, чтобы это направление развивалось. Ну а для нас, как и для управления спортом и туризмом, очень важно, чтобы в каждом регионе Гомельской области, в каждом районе появлялось как можно больше объектов туриндустрии. Ведь сегодня необходимо уже переходить абсолютно на новый уровень работы и в этом направлении. Так называемые кластерные модели развития туризма, это когда не только один музей, либо одна гостиница работает в системе приема туристов на территории района, а целый объем услуг может предложить любая территория. Поэтому агротуризм – это как один из основных элементов развития этой кластерной модели. Как популяризировать свой туристический объект? При нынешних современных информационных технологиях самое простое и самое элементарное, что можно сделать после того, как человек открыл агроусадьбу, это заявить себя через интернет. Это разместить свою страничку где-то в социальных сетях, разместить страничку на популярных сайтах продвижения либо размещения, таких как Booking.com, которые позволят широкому кругу людей, по всему миру узнать об открывшейся агроусадьбе. В каждом отделе образования спорта и туризма рай, горы, сполкома заинтересованы сегодня в продвижении своего продукта, национального продукта, регионального продукта. Поэтому активно принимать участие в приеме журналистов, пресс-туров, рекламников, которые сегодня организовываются как по линии управления спорта и туризма, так и по линии рай, горы, сполкомов. И это один из качественных элементов продвижения своего продукта, своей агроусадьбы. Активно печататься, не стесняться распространять визитки либо какой-то другой рекламный материал в местах скопления людей, через радио, через телевидение. Механизмов очень-очень много. И поверьте, мы сегодня готовы помогать владельцам агроусадьбы себя популяризировать, пропагандировать и рекламировать. Спасибо большое, Денис Владимирович, за беседу. Спасибо вам тоже за то, что вы проявили интерес к этой теме. Я надеюсь, что с помощью вашей передачи любители агро-туризма и тех людей, которые захотят открыть агроусадьбу, станет больше. Сегодня в России означают День военно-морского флота. И хоть у Беларуси моря нема, своим это свято лечить все беларусы, которые тактии иначе были связаны с заховой водных рубежов. Так, в нашей стране живет немало ветеранов, которые служили на этом флоте в военные годы. Каждый третий сирот мароков Советского Союза был минавито беларусам. Поэтому сегодня на территории Гомельского областного музея военной славы отбылось урочистое мероприемство, присвеченное гэтаму дню. Организаторам выступило Гомельское отделение Беларусского Союза военных моряков, сирот членов якого сегодня наличивается больше, як 300 человек, некоторые из них стали гостями гэтага мероприемства. Так само присутничали ветераны военно-морского флота и их свяки, усяго больше за сотню человек. У Музея военной славы они узняли в военно-морскістях. Прасставники Беларусского Союза военных моряков повиншавали присутных, а самым активным членам громадской организации уручили памятные юбилейные медали. Бо у гэтым годзе Свято Маракоус упала яшче из 320-й годовіна военно-морского флота России. Я сердечно хочу поздравить всех однополчан, всех ветеранов военно-морского флота, друзей, знакомых. Наша организация не закрыта, наша организация открыта, можно в любое время прийти, заполнить анкету, получить красивое удостоверение члена Беларусского Союза военных моряков и принимать активное участие в патриотическом воспитании. Мы ходим в школы, проводим уроки. На днях был установлен, 22-го числа, был установлен памятный знак в Чечерске. Такой памятный знак есть в Речице. В Мозоре установили огромный якорь, камень с памятной доской погибшим землякам. Это очень приятно и память к флоту возрастает, люди к этому возвращаются и дети смотрят. Это, я считаю, что очень правильно. У этой хвилины завершается 9-й региональный фестиваль гармонистов «Грай Гармоник». Его у дельника у спяти краина у свету принял Ельский район. Мероприемство дожилося на протягу двух ден. Как это было, расскажет Олег Синцерову. Фестиваль «Грай Гармоник» в Першиню прошел в УЕСК в 2000-м году. Тогда он имел статус районного и удел им приняли только около 50 человек. Сегодня-то в дельниками фестивалю стали уже больше 300 представников Беларуси, России, Украины, Эстонии и Молдовы. По окойкости краин до речи, это уже международный фест. И вельми вероятно, что празд два года он официально отримает такий статус. По всяким разу отповедная подготовочная работа подчинается, платив статусе регионального «Грай Гармоник», ураживая своим узровнем. Я считаю уровень, наверное, ни в русском, ни в белорусском языке. Уж насколько он богат, такого слова даже нет определить. Как моя внучка говорит, космос. То есть, высшая похвала. И организаторские все моменты, и гармонисты один лучше другого. Организаторы кажут, что некоторых у дельников на фестиваль запрошали специально. Лежь Маткто дослал заяву самостойно не отмолять и мкнулись никому. У речи, когда есть затекавленность, все организационные и финансовые моменты выражаются без особливых проблем. Есть финансирование, финансирование было заложено в начале года, плюс спонсоры, партнеры наши, ельские организации, предприятия, частные фирмы. Поэтому мы не испытываем на данный момент каких-то затруднений в финансировании этого фестиваля. Музыканты кажут, что на гармонику можно передать любой настрой, як промусить смеяться, так и плакать. Правда, на фестивалях у ельску все лето все ж таки больше веселилися. У речи это свято. Хоть ельский фестиваль «Гра и гармоник» это не только конкурс музыкантов, выстава сельских подворков, легче на хлебосольные и праца хондовых кропок. Такие мероприемства у Воголя дают довольно значный штуршок развитию инжакалин, той же город Майстров, например. Тут можно не только набыть довольно текавые речи, часто выразбляемые у одинковых экземпляров, а ли и просто ознайомиться с оправданной народной белорусской культурой. Уже традиционно в рамках фестиваля «Гра и гармоник» проходит выстава декоративных выработок, яка свечит, что наши люди не только талиновитые музыки, а ли, как кажут, мастеры на все руки. Тут можно убачить и такие поясы для соправданных господаров и ляльку обярех, выработанную, до речи, по старожитных технологиях. Ельчина сбираясь об ров, это соправды об фестивале «Гра и гармоник». Чмат кто за его удельников, добрознайомы по конкурсах, яке проходить на инжах пляцовках, некто познайомимся тут у першыню, а ли у любым выпадку такие сустречы добрая махчымость обинковать некие профессийные пытания и обменяться в опытом. Плюс огучить некоторые планы на ближайшую перспективу. У нечем махчымы она амбициозная, а для соправды обонтанных людей ничего не махчимы нема. Открыть на телеканале «Беларусь-1» или «Беларусь-2» или «3». Давайте начнем с местного передачи, типа «Играй гармонь белорусская», «Играй гармонь ельская», «Гомельская», «Гомельская завалинка», «Мозырская раздолье», что-нибудь такое сделать. Надеюсь, что наши власти идею поддержат и вот сядем на мотоблок всех гармонистов сюда и с гармошечкой вперед. Олег Синтеров, Сергей Рукашук, телерадиокомпания «Гомель», Ецкий район. А зараза объянших наибольшь цікавых падеях с культурного життя Гомельской в области, які трапили у объективы наших телекамер на гэтым тыдні. Расскажет Вероника Варашилина. Выстава под названием «Атланты» до мигатливых скарб ее на гуне открылась у Гомельским палацово-парковым ансамбле. Это авторский проект представника Центра культуры и спорта в Японии до следчика японской культуры у Владислава Фемина Асаки. Ее знаемы с таямницами подводного города Юнагуни, які у реальности открыты и вывышаются у Японской мори. Его взрос не меньше как 10 тысяч годов. Японская вариация сгубленного подводного света раскрываются прозвозковые фигуры мифологичных персонажей. Специально подрихтованные декорации створяют эффект морского дна. Усе экспонаты опрацованы одмысловыми сумесями фарбов, что надоеем фантастичное мегатение. Для детей у выставочной зали открыт аквариум с электронными рыбами-роботами. Нас заинтересовал этот проект для того, чтобы в Гомеле впервые сделать премьеру в замечательном дворцово-парковом комплексе и создать такое светомузыкальное шоу, в котором не только можно посмотреть на монстров допустим японского этноса, на кукол японского этноса в новых красках, то есть специальных красках и в этом новом свете. Но и поучаствовать, чтобы было интерактивное участие, не только сделать японских журавиков, поиграть с рыбой-роботом. Тем часом у музея истории города Гомеля свои авторские работы в прегоживании с бисеру представила гомельчанка Лилия Сацевич. При створении коллекции она выкористовывала такие техники, как цегляное, мозаичное и спиральное плетение. Работала с натуральными каменями, с курой и сутажем. Рукоделем мастер занимается с раннего детинства и шесть годов тому ее целиком захопила бисероплетение. Идеи возникают просто изняв куда они возникают всегда иногда что-то увидишь цветочек листочек какую-то одежду на человеке ты понимаешь что вот сюда надо именно такое украшение иногда ночью просыпаешься что-то приснилось начинаешь рисовать зарисовывать чтобы потом утром это все повторить. Вероника Врашилина Валерия Гопанько Игорь Марышенко Телер радио компания Гомель На наступном тыдне отбудется тоэча госпортивный свеча кау 4 годы У Ре Де Жанейра распочинаются 31-летние олимпийские гульни 5-го жнивня отбудется церемония открытия олимпиады А у наступный день разыграют первые комплекты узнагород За их будут змахаться и представники Гомельской в области Протягнем Максим Савин У субботу станут свядомые первые олимпийские чемпионы в велоспорте отбудется мужчинская групповая гонка на шаши Беларусь представить Василь Кирыенко и Константин Силцов 6-го и 7-го жнивня начнут боротьбу за узнагороды представники академичного веслованья Станислав Щербашиня Игорь Пашевич и Инна Никулина На внутренней арене так само будет хапать скравых и видовичных падей хоккеисты распочинают сезон на наступном тыдни завершится перший этап розыгрушу Кубка Руслана Салея Другого жнивня Гомель и Жлобинский Металлург сгуляют помеж собой Матч отбудется в областном центре Четвертого жнивня Металлург будет примать Солигорский шахтер А Гомель на своим лёде сгуляет с Витебском Завершить перший этап розыгрушу трофея Гомельчане выездным поединком с шахтером А Металлург дома сгуляет с Лидой Матчы отбудутся с 7-го жнивня Открытое першинство в области по конным спорте отбудется у Гомель За узнагороды позмагаются юниоры Пройдутся поборнствы на базе областного центра Олимпийского резерва по конным спорте с 1-го по 4-го жнивня Максим Савин Телерадио компания Гомель Гэты, а так сама иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершенный У студии працевала Наталья Игнатенко Мы с учим с разведцем падей на Гомельщине Заставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин